Грядет очередное повышение стоимости полисов ОСАГО. Уже второй за последние полгода. Страховщики заявляют, что этот вид услуг убыточен для их компаний и просят увеличить их стоимость на 40-60%. Уже с 12 апреля изменения должны вступить в силу. Повышается как базовый тариф, так и территориальные коэффициенты. На минувшей неделе активисты Федерации автовладельцев России пикетировали здание РСА, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Что вы думаете по поводу повышения тарифов на 100%? Категорически. В ноябре подняли, сейчас. Это ненормально, потому что были бы нормальные выплаты. Ну да, хорошо, спасибо большое. Скажи свое мнение, повышают тариф ОСАГО. Они грабят нас, денег нет уже, задолбали у нас. Приходишь, что полмиллиона долларов заработать, надо прийти 10 человек поубивать. Где деньги брать? Где деньги? Нет денег. Снижайте тарифы, ребят. Водители как бы об этом не знают. И мы боимся, что 12 апреля для них это будет просто шоком. Потому что страховка, которая в прошлом году стоила 3000 рублей, сейчас которая стоит 8000 рублей, она будет им стоить просто 16000 рублей. Об этом нигде не говорится. Фаровцы подсчитали, что в 2014 году страховые компании получили от продажи полисов ОСАГО 150 миллиардов рублей. Это официальная информация, публикованная РСА. 23% от этой суммы – это средства, положенные страховым на текущие расходы и взносы в общий фонд. Остается 115 миллиардов. Общая сумма выплат в прошлом году составила 88 миллиардов рублей. Куда делся остаток в 25 миллиардов и о какой убыточности идет речь, активистам непонятно. За все время существования ОСАГО у нас получается цифра около 250 миллиардов недоплачена. То есть ушли либо бонусом, либо там просто потеряны. Даже никто не знает, где эти деньги. Некоторые организации, которые занимаются этим вопросом, считают, что потеряны до 600 миллиардов. Но это мы не знаем, как они считали. Нам кажется, что даже тот тариф, который сейчас существует, он полностью компенсирует все потери страховщиков. Ну, якобы потери, которые возникли сейчас с колебанием курса доллара, ростом стоимости ремонта, стоимости материалов. Нам кажется, что необоснован этот самый рост. Автостраховщики заявляют, что 70% автовладельцев не против повышения. Фаровцы же утверждают, что водители просто не в курсе этого. На сайте автофит.ру они начали сбор подписей против повышения. Более 80 тысяч автовладельцев уже высказали свое мнение.